Доброе утро! Всем привет! По возможности я, как обычно, задержалась. Отлично, ждем всех. Пока все выходят, хочу сказать, что очень много обратной связи я получаю в Директ. Вы такие благодарные. Спасибо вам большое за вашу обратную связь. Столько интересных историй. Даже те, кто не принимают участие в марафоне, а просто делают макияжи по этим обучающим видео в процессе марафона, пишут обратную связь, сказывают интересные истории про то, как с этим макияжем на них реагируют, какой результат в бизнесе. Очень много всего интересного мы читаем. Привет из Приморья, привет из Твери, Смоленск, Москва. Можете сразу писать свои города по традициям. Я очень рада вас всех приветствовать. Добро пожаловать на наш четвертый день марафона кожа класса люкс мировой бренд. Сегодня у нас завершающий макияж, к счастью или к сожалению. Но я очень рада была с вами делиться. И я думаю, что этот завершающий макияж, он конечно же должен быть какой-то фееричный, праздничный. Это будет вечерний макияж. Так что четвертый день марафона объявляю торжественно открытым. Так, Селихард, Якутия, Челябинск, Киев, Вилючинск, Камчатка, Сыктывкар, Мурманск. Я очень рада, что нас много. Владивосток, что у нас сегодня Владивосток, Дальний Восток раньше всех выходит. Спасибо большое за то, что ждете эфиры. Значит, смотрите. Да, конечно, вот про это хотела сказать. Можно впрыгнуть в последний вагон и прислать все работы за один раз. Даже нужно. Но вы мне их не присылайте, потому что некоторые до конца не поняли условия. Смотрите. В понедельник в прямом эфире или я запишу видео. Я объявлю победительниц. У нас будут победительницы. Те, кто сделали макияжи такие же, как и я, с такими продуктами или аналогичными. Выставили в ленту красивую фотографию или видео. Все, что хотите. С описанием результата. С описанием ощущений на коже. И чем интереснее история, тем больше возможности выиграть. А теперь второе. В ленту. Это где вот так вот мигает ваша аватарка. Туда загруж... Ой, простите. Это сториз называется. Это называется сториз. То есть туда мы тоже загружаем фотографию, отмечаем меня. Более подробно можно посмотреть описание условий в моем инстаграм, где вы сейчас смотрите прямой эфир. Потому что некоторые пишут, а почему вы меня не отмечаете? А потому что вас нету. Чтобы мы вас увидели, нужно обязательно отметить. Но у нас уже есть три фаворита, которые выиграют. Я думаю, кто-то один из. Может быть, я выберу всех троих, как в том марафоне. Обещала один, но выбрала трех победителей. Может быть, будет один победитель. Еще не знаю. Но еще, конечно, вы пишете, Лиза, тот марафон был летом. Было много макияжей. Радуйте, что есть хотя бы эти четыре. Потому что сейчас проходит тур по миру. Я провожу обучение. Я постоянно езжу. И даже сейчас я на отдыхе в горах. То есть вот эти два дня, пока я в Болгарии. Я все равно делаю для вас макияжи. Поэтому вы эти образы все можете посмотреть в YouTube, рассказать своим клиентам, рассказать своим коллегам, поделиться и увеличить продажи в бьюти-бизнесе. Как это делают многие, кто именно работают как консультанты. Ну что, приступаем к нашему вечернему макияжу. Тут очень много комсомольск на Амуре, Артем. Слушайте, Дальний Восток сегодня прям раньше всех вышел. Биск, Барнаул, Дортмунд, Архангельск, Кыргызстан, Украина. Короче, у нас сегодня Кыргызстан прибавился. Я, насколько поняла, до этого не было. Ну а так, как обычно, Казахстан, Украина, Германия, Россия. Очень много у нас от Кавказа, от Калининграда до Камчатки. Лиза, почему в первый день марафон мое фото не выставили? А вот это я не знаю. Тюмень, Воронеж, Улан-Удэ, Липецк, Сергий Фасад. Ну что, приступаем. Смотрите, сегодня у нас будет... Лиза, у меня уже заказы на макияж после марафона. Отлично, я очень рада. Но здесь, вот, когда вы работаете, именно, ну, с многослойным нанесением, да, вы показываете качество кожи клиенту. Конечно, это впечатляет, радует и тоже хочется такую же иметь кожу. Так, ну что, поехали. Значит, первое у нас в вечерний макияж, это, конечно, основа и база под макияж. А здесь есть несколько моментов. Когда мы делаем вечерний макияж, что такое вечерний макияж? Это макияж для вечернего освещения, то есть, когда уже становится более темно, не сумерки. Когда сумерки, это считается, что... Это коктейльный макияж, мы уже с вами его делали. Теперь мы делаем вечерний макияж для вечернего освещения. Рискнете ли вы сегодня ходить весь день с вечерним макияжем, я не знаю, но я после этого собираюсь идти в спа. Я буду купаться в бассейне, в разных всяких там источниках и также пойду еще в сауну с этим макияжем. Я не буду сейчас обещать, но я постараюсь в сторис записать, как чувствует моя кожа с макияжем после того, как я пройду там все эти процедуры. Но на самом деле я знаю, что все будет классно, будет круто. Я моряки уже выбираю на протяжении 15 лет. В этом я уже убедилась, особенно на телевидении, когда проходят какие-то проекты и резко меняешь климат и так далее. Макияж нужно, нет времени, чтобы сделать, но хочется там пойти в спортзал или куда-то. То макияж, он остается. Поэтому все, кто это знает, то многослойное нанесение просто уникально, особенно с косметикой моряки. Так, ну тут уже пошли результаты, но поделитесь, расскажите. У меня новичок в ноябре оформляется благодаря марафону. Одна пришла на макияж. Отлично. А у меня подписчики увеличились и заказы тоже есть на макияже. Классно. Житомир, Курс, Германия, Дмитров, Сибирь, Куанда, Сургут, Алматы. Лиза, у меня уже заказы на макияж после марафона. Круто. Пишите свои результаты. Марафон проходит у нас в синергии для результатов. Результат у каждого есть. Ну что, поехали. Значит, смотрите, вы пока пишите результаты, я вам рассказываю про вечерний макияж. Первое, что я делаю, я использую кисточку для тональной основы. Посмотрите, какая кисть. То есть она достаточно такая мягкая. И она делает среднюю плотность. То есть если бьюти-блендер это тонкий, а кисточка, которая у нас, щеточка, она делает плотное нанесение, то это средняя. Средняя контрастность. Здесь первое, что я буду использовать, это флюид хайлайтер или хайлайтер флюид. Или можно использовать основу. Ну это у меня есть герлен, вот такой вот, это база, она немножко с таким сиянием. Я наношу его полностью на все лицо. Можно использовать хайлайтер флюид. У меня просто нет праймера с собой, поэтому я заменила вот этим продуктом. Это тоже относится к уходовой декоративной косметике, так как я работаю в разных проектах. Это, ну, в том году в одном из проектов в брачном агентстве, у них был спонсор герлен, и я применяла эти продукты также для участниц. Вот, наносим полностью на все лицо. Можно основу под макияж, можно что-то типа такого шиммера. Так, нанесла. На меня стали внимания обращать больше. Угу, классно. Вот, теперь после этого берем основу-базу. Это у нас Light to Medium, это крем CC, то есть я его беру вместо основы. Если до этого я использовала матирующую тональную основу, у меня был N160, теперь я использую крем CC среднего оттенка и перекрываю полностью все лицо. Перекрываю также от центра к периферии. Можно больше на центр затушевать. Вот, смотрите, вчера, когда я проводила марафон, матирующий тональные основы, в Болгарии, ну, сейчас, вот я вчера была в Софии, да, было около 20 градусов, ну, достаточно тепло. Сегодня мы в горах, здесь тоже тепло, но тут никогда, тут высокая влажность, но здесь никогда не бывает жарко, даже летом. Поэтому, вот, например, сегодня погода, ну, плюс 16 я посмотрела, но здесь влажность высокая. Я пойду сейчас в СПА, то есть я использую увлажняющие текстуры для того, чтобы моя кожа больше регенерировалась и восстанавливалась. То есть если я сделаю матирующую тональную основу, я ее напитаю, а при высокой влажности мне нужно ее увлажнять, поэтому я использую крем CC. Также зона вокруг глаз, также наношу, то есть мы протушевываем все зоны, опять же, смотрите, если зона вокруг глаз чувствительная, лучше не наносить. И я работаю верхней частью кисти. Я сделала основу, перекрыла неровности кремом CC. И также можно опуститься сюда. Теперь после этого начинаю моделировать лицо. Я буду использовать сейчас сухие текстуры. Смотрите, большая пушистая кисть можно использовать вот такую, а можно использовать кисточку для минеральных текстур. Здесь я возьму более темный пигмент, то есть можно использовать беж самый темный, который у вас есть. Если это такие более темные, я знаю, что в моряке Германия, в моряке Америка эти оттенки есть. То есть мы набираем верхней частью, аккуратно смахиваем и наношу. Видите, как много. Верхней частью кисти. Достаточно плотно. Тушую. Добавляю по росту волос. Это очень темный пигмент. Он для холодной темной кожи афроамериканской. Я очень люблю такие темные продукты наносить на славянскую кожу. То есть, когда ты наносишь, ты можешь сэкономить время, ну как бы ты нанесла и уже растушевала, да, то есть у тебя лицо становится такое более рельефное. И добавляю сразу хайлайтер поверху. Почему на компактные пудры мы добавляем сразу хайлайтер? Чтобы было сияние, кожа была более гладкая. Но хайлайтера можно добавлять обильно. Вы потом все равно затушуете. Также здесь, верхней частью кисти. Добавляю. Легкое сияние. И можно протушевать немного хайлайтером зона вокруг глаз. То есть, при улыбке мимические морщины не так будут видны. Вот. Теперь следующее, что делаю. Добавляю увлажняющий спрей. Жду какое-то время, чтобы кожа не сушила. Вот моя кожа комбинированная, но при высокой влаженности такое возможно. Что делать, если после смытия макияжа кожа сухая? Пользуюсь моряке уже давно. Пока крем на лице все супер. Как только смываю, кожа сухая. Сколько продуктов вы наносите на лицо в декоре. Вот если использовать многослойное нанесение. То есть, я могу взять, например, там. Я могу взять, например, как мы использовали все 4 дня. И в тот марафон. И все, кто были на моих авторских курсах онлайн и офлайн. Кто читал мою книжку. Вы знаете, что такое многослойное нанесение уходовой декоративной косметики с терапевтическим эффектом. То есть, чем больше продуктов нанесете, тем больше вы получите результат ухода. И здесь нужно просто посмотреть, чем вы пользуетесь из декора. Если у вас много продуктов, то тогда не будет стягивать. Но это должны быть продукты, которые... Которые или питательные с розовой полосочкой, или увлажняющие. То есть, вы выбираете или то, или то. Вот. Да, вот можно на ночь носить гелевую маску, но я думаю, что уже это попробовали сделать. Теперь, после этого, дальше продолжаем делать коррекцию. Я использую Ivory 2. Это оттенок более темный. Вчера у меня был Ivory 0,5. Сегодня Ivory 2. И нашей любимой большой пушистой кистью из набора набираю. Наношу на скулы. И перекрываю полностью все лицо. На скулы и остатками на все лицо. Лиза, можно использовать кисть кошеную, которую сейчас используют для рассыпчатой пудры. Которую я до этого применяла, наносила компактной. Про нее вы говорите. Если про нее, то, конечно, можно. Но она делает плотное нанесение. А большая пушистая кисть делает более тонкое нанесение. Что я и хочу сделать, потому что я уже сделала здесь плотно скулы, подчеркнула. Я добавляю рассыпчатую пудру, чтобы зафиксировать макияж. И, соответственно, я получаю более гладкую кожу с немножко темным пигментом для меня. Но я делаю вечерний макияж. И, конечно, это будет смотреться естественно. Потому что вечерний он может быть. И ты в свет войдешь в такое освещение более дневное. Поэтому, если вы любите плотно, то тогда да. Если более тонко, то тогда вот эту кисточку. Но здесь лучше использовать для компактных текстур, в данном, для вечернего макияжа. Теперь, после того, как нанесли, растушевали, добавляем румяна. Румяна добавляем, опять же, несколько оттенков. Смотрите, здесь у нас есть большой выбор. Первый, самый темный, мы берем в подтон бронз. Вот у нас идут скулы на подскульное пространство и поднимаюсь на все скулы. Также набираю. И поднимаюсь на все скулы. Оттенок светлее. Например, вот такой розовый. Этот розовый возьму, потому что у меня будет очень много красного оттенка на середину. И наверх мы добавляем какой-то сияющий продукт. То есть, это может быть, например, хайлайтер вот такого цвета. Или можно взять розовый. Вот у меня, к сожалению, розового нету. Но если у вас есть розовый такой в моряке, очень красивый, круглый. В круглой такой пудре, то очень круто тоже подходит. Потому что у нас будет сейчас вечерний макияж, который идет больше с такими розово-винными оттенками. Лиза у меня после нанесения пудры любой кожи выглядит сухой и все морщинки выделяются. Очень. Тогда может вообще не наносить ее. Ну да, можно не наносить. Дальше. Теперь переходим к макияжу бровей. Ну, как обычно. Мой любимый оттенок. Вы все его знаете. Но сейчас я буду использовать карандаш темный. Это, например, как Black Brown. И я попробую только одним карандашом затушевать брови. Также здесь. Наверху и внизу. И полностью перекрываю, так как он более темный. У меня с собой только самый темный тинт это брюнет. И тинт брюнет, он не всегда подходит для ежедневного использования, но для вечернего макияжа он идеален. Видите, он прям темный. Ну, мы делаем сейчас с вами вечерний, напоминаю, да, кто к нам присоединился. И тушуем. Тушуем по основанию. Вот, то есть я тинт не хочу добавлять, но могу добавить еще какой-то оттенок теней, например, темных. Для вечернего макияжа мы делаем более темные брови. Почему? Потому что это вечернее освещение. Представьте, там ресторан, ночной клуб, казино. То есть ты с макияжем, у тебя рельефное лицо, но не плотное. Можно использовать влажное скульптурирование. Самое популярное, это вот в моей книге «Кожа класса люкс», я про это пишу. И сейчас на авторских курсах я рассказываю про два способа. Питательный, увлажняющий, и вот в питательный можно использовать. На онлайн я также рассказываю про контуринг и нонтуринг. То есть там больше контуринг подойдет, нанесение. Но здесь мы используем такой быстрый способ, более плотное нанесение. То есть здесь у нас уже сколько продуктов, да, на лице. Я ничего не чувствую, как обычно. И темный пигмент мы нанесли на брови, чтобы брови были более темными. Теперь самое интересное в сегодняшнем нашем макияже, это макияж глаз. У нас будет вечерний макияж. Мы с вами использовали уже новинки. Это были красные тени. К сожалению, с собой у меня нет другой палитры, которая с голубым пигментом. У меня есть только вот эта. Но мы с вами ее уже применяли. Это был наш второй урок в марафоне. И когда мы делали этот макияж, я его не сохранила. У нас что-то там произошел сбой, вы все это знаете. И я запишу обязательно завтра этот макияж. Все, кто не смогли повторить, повторите. И в понедельник мы объявим победителя марафона. Смотрите, я просто когда говорю одно и то же, я уже начинаю утупить. Потому что все начинают спрашивать, а где этот второй макияж. Вот сейчас я подробно рассказала. Сейчас смотрите, еще возьму темный оттенок латы. И немножко смоделирую нос. Добавляем сюда. Немножко я смоделировала его. Чуть-чуть. Чуть-чуть смоделировала темным пигментом. Также наносим сюда. И также уже чистой кистью можно растушевать. Верхней частью. И сюда немножко добавим. И также добавляем немного сияния от хайлайтера. Вот, что-то я про нос сегодня забыла. Ну, хотя вечерний макияж, если вы делаете скульптурирование, конечно, важно. Но не так, чтобы там сильно моделировать, как мы обычно делаем. Что такое нон-туринг? Ну вот, на новом курсе я рассказываю. На новом онлайн-курсе я рассказываю, что такое нон-туринг. Нет, нон-туринг это не техника нанесения румян. Дрейпинг нанесения румян, наверное. Все, переходим к макияжу глаз. Теперь мы берем консилер персикового оттенка. Наносим на подвижное веко вместо основы. Можно использовать основу. Ногу я наношу обильно, до орбитальной складки. И начинаю тушевать. Ну да, Вероника, вот Вероника из Германии подсказывает дрейпинг. Ты когда была на онлайн-обучении, мне кажется, ты там все делала, что можно и нельзя, отличницам. Поэтому ты все помнишь. Перекрываем подвижное веко. И тушуем до орбитальной складки. И так же тушуем, где внутренний угол глаза. Вот в вечернем макияже главное, что сделать, это в тушевку в ресничный контур. Чтобы ресницы были яркие. И еще главное, это когда вы делаете максимальную тушевку по орбитальной складке. Вот смотрите, я сделаю тушевку красным. Это как мы делали во второй день марафона. Но мы добавляли еще карандаш. Но здесь делаю тушевку такую чуть-чуть. То есть мне нужно сейчас больше открыть глаз. Вообще по орбитальной складке вы можете добавлять оттенок, например, засушенная роза, нежно-лиловый. Я сейчас говорю по-русски, но я не знаю, как они по-английски. Если кто-то может, подскажите, пожалуйста. Вот нанесли. И теперь на нижний ресничный контур мы добавляем еще немного красного. Так, что-то у меня со светом. Сюда немного. Смотрите, красный, я про него уже рассказывала. Он может вызывать реакцию. Поэтому, пожалуйста, будьте с ним аккуратны. Вот сейчас, когда я работаю с Эвентин и Родиант, с греческим брендом, про что я уже говорю все 4 дня. Потому что сейчас в Болгарии каждый день. Ну, сегодня не работаю с ними, а вообще, когда мы создаем палитры, и моя тема это тональные, но работают те, кто работают с разными цветами, там по приоритетам разных регионов. И вот, если это красный, фиолетовый пигмент, то это всегда чувствительно. То есть, там даже написано, будьте аккуратны, потому что любой красный, фиолетовый пигмент, если он для косметики высокого класса, он подстраивается под текстуру пигмент, ну и, соответственно, может давать реакцию. То есть, как бы, у кого-то, если этого нет, вы про это не думайте, но вот у меня глаза чувствительные. То есть, я на подвижное веко не могу себе позволить нанести красный. У меня будет обязательно, ну, как бы, глаз тяжелый такой. Теперь кистью для растушевки берем второй оттенок, вот такой вот, очень красивый цвет, это тоже из новинок, я так понимаю. Он идет как серо-зеленый, смотрится очень красиво, естественно, в растушевке он больше похож на серый пигмент, его очень круто наносить на глаза с максимальной растушевкой. Здесь он идеально подходит для вечернего макияжа. Для фотосессии при вечернем освещении это просто супер. Мы наносим аппликативно на внешнюю часть до орбитальной складки. То есть, мы наносим до орбитальной складки достаточно плотно. И внутренний угол обязательно оставьте, его мы не заполняем. Теперь также набираю еще немного. И наносим тоже сюда до орбитальной складки. Вот он такой, очень необычный цвет. Смотрится очень прикольно. Я его делала уже на вечерний макияж, но я делала в виде смоки, очень понравился. Лесничный контур втушевываем. Сюда более плотное нанесение. Ну да, он как хамелеон, наверное, идет. То есть, он вот прям меняет свой цвет, потому что он здесь смотрится как синий, зеленый, фиолетовый. А здесь, когда я наношу, на глазах он смотрится уже такой более голубой. Но опять же, он подстраивается под текстуру пигмент. И берем теперь светлый оттенок из этой же новой палитры. И наносим другой стороной кисти на внутренний угол глаза. То есть, я наношу так же аппликативно, соединяю с темным пигментом. И получаю такой открытый глаз. Также добавляем аппликативно на внутренний угол, соединяем с темным пигментом. И переход такой очень мягкий получается. Очень красиво смотрится, когда мы этот светлый смешиваем с более темным. Посмотрите. Камера, конечно, всей красоты не передает. Но на самом деле, это смотрится потрясающе. Это не ярко, не вульгарно. И смотрится очень так естественно. Теперь этот же светлый оттенок я добавляю под хвостик брови. И добавляю темный карандаш. Я возьму черный. Можно брать коричневый, но лучше черный или серый. Наносим черный карандаш. Смотрите, куда наношу. На нижний ресничный контур на 2 третьих. Заполняю. Вывожу еще немного сюда. И то есть идет орбитальная складка. Я дальше орбитальной складки выхожу. Так же заполняю ресничный контур. Сюда, сюда. То есть я делаю широкую такую галочку. Лиза, после твоих эфиров прям хочется купить все новинки тени. Ну, насчет всех я не знаю, но пока что я, которые вам показала, мне они больше всего нравятся. Верхней частью мы тушуем. И также тушую здесь. По росту мясниц. И другой стороной аккуратно убираю. Получаю вот такой открытый глаз. Если вы хотите более темные, чтобы были такие глаза, то тогда добавляйте черный карандаш. Вот, точнее, черные тени. Здесь также на 1 треть. Выводим. Заполняем. И полностью ресницы. Сюда. Сюда. Также тушую. Внизу обязательно, смотрите, тут темно, здесь светло. Видите? То есть более темное, более светлое. Вот такая тушевка, она визуально глаз открывает. Также сюда. Сюда. Ну, наверное, многие сейчас думают, ой, такой яркий, как я буду весь день ходить с этим макияжем. Но, как бы, если хотите, можете сделать в менее такой контрастности, не в такой яркой, как я сейчас показываю. То есть можно сделать контрастность меньше. Тогда это будет более как коктейльный макияж, но дневным его точно не назовешь. Нанесли, растушевали. Можно добавить тени. Если хотите, даже вот этот темный, да, я его сейчас добавлю. Смотрите, куда добавляю. Добавляю на внешнюю часть ресничный контур. Добавляю на внешнюю часть ресничный контур. И вывожу немного в сторону. Вот сюда. И хочу сделать больше растушевку. Что я делаю кисточкой для растушевки, внизу, верхней частью, такую легкую дымку. Вот здесь вот отпечатывается немного темный. Можно его оставить. То есть это визуально глаз делает более такой удлиненный. Если не хотите, можете ватную палочку убрать. Это будет более такой европейский способ нанесения. Вот смотрите, такие достаточно яркие глаза. В то же время это как вечерний, да, макияж. Можно использовать днем, но при другой контрастности. Теперь вот этот красный пигмент я добавляю еще больше на одну треть по орбитальной складке. Визуально хочу открыть глаз больше. То есть это уже прям для вечернего-вечернего. Хотите больше затушевать красного, можете также добавить. Нанести сюда. Нанести сюда. Спасибо за ваши лайки. Все, теперь приступаем к макияжу ресниц. Ну все как обычно. Основа и потом у нас идет тушь. Спасибо большое за комплименты. Но здесь надо наносить много слоев, потому что это у нас вечерний макияж. Мы добавляем много-много. Поверх туши я добавляю еще основу. То есть у нас идет основа тушь, основа тушь. Очень классные переходы теней. Мне очень нравятся эти продукты, которые новинки вышли. Но если тут добавить новую помаду, это будет смотреться шикарно. Это будет как такой, знаете, яркие глаза, но не яркие губы. То есть если добавить миндальное печенье, которое мы вчера использовали с вами, будет смотреться шикарно. Но для вечернего макияжа больше подойдет не миндальное печенье, а которое оттенок как гвоздика называется. Вот можно использовать еще его. Можно использовать, например, если вы... Гвоздика, кстати, очень круто будет смотреться. Можно из гвоздики сделать амбрес более яркой помадой. Например, как такой цвет фуксия. Что-то вот в таких подтонах можно использовать. Нижние ресницы я сильно ярко не делаю, только подчеркиваю чуть-чуть. Ну да, ну это такой спа, мы здесь живем, поэтому когда приезжаю сюда, тут меня все знают, они знают, чем я занимаюсь. Поэтому я думаю, что они не удивятся, а просто сделают мне комплименты. Но в центре внимания, да, конечно, я буду. Ну вот, смотрите, завершили мы полностью образ. И теперь нам нужна, конечно же, помада. Я вообще подготовила вот такую помаду для вас. Как вам? А еще есть новый оттенок, который мы с вами вчера пробовали. Это более темный. Он называется гвоздика, про что я уже говорила, да. Миндальное печенье у меня в сумочке, я всегда его ношу. А вот гвоздика нет. Смотрите, гвоздику. Плотное нанесение помады без карандаша. Красиво. Это для меня темный цвет. Я люблю этот оттенок. Мне он нравится. Но когда у меня глаза не такие яркие. То есть здесь лучше использовать более светлый оттенок для меня. Или вообще нежный поцелуй. Но я все-таки предлагаю у меня запомнить вот такой сейчас. И если я добавлю сейчас все-таки фуксию. Смотрите, это для классики. Тут немного неровно. Это для классики нанесения. Для вечернего, да? Спасибо большое за комплименты. А давайте попробуем вот этот оттенок взять. Это очень яркий цвет. Чуть выше контура. Вот смотрите. Ну, конечно, кто-то скажет, вау, вообще, вот это вот, там, огонь, вон уже пишут. Кто-то огонек скромно. Но на самом деле это ярко, но для вечернего макияжа при вечернем освещении будет смотреться очень круто. Да, у нас с вами два варианта есть. Это или вот такая помада. Или вот этот блеск. Выбирайте. Здесь можно более спокойно, такая классика. Это более яркий, дерзкий макияж. Но тоже не каждый готов его как бы делать, да? Вот. Поэтому на выбор два цвета мы можем наносить цвета и более лайтовые, про которые я говорила. Поэтому выбирайте то, что хотите. Пишите, пожалуйста, обратную связь, что вы для себя узнали из нашего сегодняшнего марафона. Смотрите, у нас был легкий контуринг. У нас был акцент на глазах. Мы сделали акцент еще на губы. То есть это такие яркие пигменты. Два оттенка. И, конечно, это фиксатор в завершении. То есть здесь у нас контуринг многослойный. Но больше мы использовали сухие текстуры сегодня. Это было увлажнение, так как я при высокой влажности. Вы можете взять, можете использовать абсолютно любые другие продукты из тех контурингов, которые у нас были. Но лучше попробуйте этот. И если вы хотите сделать сегодня такой макияж вечерний для дневного освещения, берите больше растушевки и меньше контрастности. Очень красиво, очень красиво. Макияж бомбы. Легко, красиво, эффектно. Да, вот Вероника правильно подчеркнула, что легко, красиво, эффектно. Что это очень быстро и эффект замечательный. Для вечера-то это надо. Тем более такие губы шикарные. Спасибо большое. Глаза вообще огонь. Что делается легко и получается очень красиво. Да, ну в принципе все техники я стараюсь объяснять достаточно просто. Вы все это знаете. Можно это использовать для себя, для своих клиентов. А на узких губах какая лучше будет помада или не важно. Ну вообще, как бы смотрите, вот сколько я работаю с женщинами, да. За 15 лет работы в битиндустрии и как спикер я работаю уже 6 лет в разных проектах и провожу авторские курсы. Любая девушка в себе найдет недостатки. И если она говорит, что у нее узкие губы, то 80% они у нее не узкие. Поэтому если у вас как бы сильно узкие губы, то берите карандаш, прокрашивайте по контуру, потом выше поднимайтесь, еще выше, еще выше и еще выше. И тогда, когда вы заполните полностью уже карандашом, вы также добавляете помаду, как и я. И губы будут такие достаточно сочные и плотном нанесении. Это будет смотреться естественно. У меня губы не такие большие. Вы обратили внимание, что я выше контура нанесла вот эту помаду. То есть я выше поднялась, для того, чтобы губы визуально были более пухлыми. У меня губы меньше намного. Новая палетка класса. Обязательно закажу. Помада, суфле тоже. Хочу, спасибо. Да, шикарно. До какого дня можно сделать эту работу к марафону? Смотрите, в понедельник мы подводим итоги. То есть уже до понедельника выставляете свои работы по правилам, которые мы выставили. И у нас будет победительница, которая выиграет или онлайн, или новый курс Кожа Класса Люкс Мировой Бренд. Старт продаж 7 октября. После марафона по ссылке в шапке профиля можно зайти, ознакомиться во вторник или в среду уже с анонсом нового онлайн курса Кожа Класса Люкс Мировой Бренд. С субтитрами на английском языке. Очень много уже регистрируется. Там сотни желающих, которые уже зарегистрировались, не зная анонса. Спасибо вам большое за доверие. Для первой группы обучающихся минус 50%. То есть можно индивидуально. Я буду лично работать с вами, обучиться. Также можно как участница или организовать группу. Вы выбираете сами. Теперь в понедельник подвернем итоги. Победительница онлайн выигрывает или оффлайн выигрывает. И для особо активной участницы в подарок будет дизайнерская кепка из Испании с хэштегом Кожа Класса Люкса. Такая крутая кепка ярко-розового цвета. Вот. Кто эту кепку выиграет, тому очень сильно повезет. Но эти кепки буду еще разыгрывать, потому что их большое количество. И специально это был подарок от моего друга из Испании. Это одного из популярных дизайнеров. Короче, мы будем ходить все в этих кепках. И нас будут сразу все узнавать. Кожа Класса Люкс. Так, здорово, благодарю. Кстати, когда я смываю макияж, у меня кожа сухая. Моя кожа стала мягче. Да, стала мягче, потому что многослойное нанесение. Отличное настроение, красиво. Мы с вами похожи глазами. Спасибо. Очень рада. Особенности макияжа глаз этого для новейшего века. Здесь нужно посмотреть из второго урока марафона, которое я сделала в видео. Там макияж глаз можно повторить так же. Подойдет для новейшего. Красотка. Очень красиво. Повод устроить вечеринку. Да, спасибо. Лиза, расскажи фишки про компактную пудру, пожалуйста. Зайдите, пожалуйста, у меня в YouTube. Там очень многое рассказывает про компактные, рассыпчатые. Много-много всего. Там прям так и называется что-то про пудры. А если только начала в марафоне. Продолжайте, участвуйте. Как вы относитесь к марке Stellar? Хорошо. Спасибо за макияж и за марафон. Я в восторге. Помада, кепочки очень сочетаются. Кепка супер. Что такое лайтовые? Ну, это значит, что легкие. Спасибо. Дорогие друзья, рада была с вами поделиться. Жду вашей работы. Нас более 200 участниц в марафоне 4 дня. Марафон наш завершился. Бурные аплодисменты. Я знаю, что вы, конечно, готовы каждый день делать макияж. И спасибо вам за это. Но марафон наш завершился. Все 4 образа с 9 по 12 октября. Марафон кожа класса Лекс мировой бренд. Я была рада с вами делиться. Второй, который не записался, урок обязательно сделаю видео. По возможности выставлю его завтра. Вы можете его смотреть, рассылать также своим клиентам, друзьям. Я знаю, что в фейсбуке у меня уже друзья из Германии, организаторы курса в Мюнхе-Гладбухе, который будет в начале ноября 2-го, 3-го. Вчера позвонили, сказали, Лиза, ты видела тебя? Я не знаю кто, но кто-то из национальных директоров морякеи в Бразилии выставил мое видео, где мы с вами делаем вместе контуринг. И вот сегодня мне пришло сообщение на групповое онлайн на английском языке, которое вот как раз запустилось 7 октября в продажу. Поэтому скоро увидите анонс. И я думаю, что он вас впечатлит. Мы очень старались. Это шикарный курс онлайн. Там все по новым современным технологиям. Поэтому я вас всех приглашаю. Ну что, дорогие друзья, жду вашей работы. Выставляйте, присылайте. Ну и, конечно же, победительница уже скоро будет объявлена в понедельник. И следующий марафон, я думаю, что мы проведем его, наверное, в январе. Поэтому приглашайте своих клиентов, друзей. Как раз это будет как лето. Многие будут отдыхать. И марафон можно будет смотреть. В январе, скорее всего, это будет где-то в середине. Я думаю, что это будет наша добрая традиция проводить марафоны. Первый марафон у нас проходил в августе. То есть у нас уже прошло 2,5 месяца после того. Сейчас в октябре по многочисленным просьбам я марафон сделала для вас. Несмотря на то, что очень плотный график. И также следующий я думаю и планирую провести в январе. Но условия будут немножко другие. Поэтому приглашайте своих друзей. Приглашайте подписаться на мой аккаунт Елизавета Мейка Про. И жду всех в своем ютубе. До встречи. Пока.